Сегодня всех видеть. Много с радовым, да вы видя всички-то днеш. Надеюсь, вы меня узнаёте, да? И с надевом, че мы познави, я немножко загорел. Че успяхте, да мы опознаете, что-то много хванахтен. Я хотел сегодня только представить человека, который сейчас будет говорить. Искам да представить человека, который днешне говорит. Думаю, и надо же, вот буквально вчера я про него написал стихи. И вчера написал стихи вы за него. Ну, в принципе, я начал писать стихи про всех вас. И искал да напишет стихи за всички вас. Я проснулся утром вчера в субботу. И там жена, что-то там на кухне. Кто-то внизу начал шуметь, ходить. И я спрашиваю, Наташа, что там? И она говорит, ну, наверное, это, скорее всего, чащины, чащины пришли. Я лежу, лежу, и вот что-то мне приходит. Так чащины, чащины, что, все чаще, все чаще, все чаще. И двумя, чащины, чащины, все почествую, почествую. Я вообще эти стихи хотел прочитать на нашу годовщину. В сентябре у нас будет с Наташей 30-летие. И то же стихи сказал, да го прочитаю на годишнюю такую, кое-то, что имаме при септембре. И я только эти стихи начал. И сам их започну. Ну, так вот совпало, вы сейчас поймете, почему я решил прочитать. Но такая совпадна, за что же я сейчас сега да го прочитаю. Это только начало. Это будет баллада. То, что будет баллада. А все наши прекрасные церкви. За целое, это не церква. Хорошо, что народу не так много у нас. Доброе чехо, это не садолково много при нас. То есть все войдут, не беспокоят. В эту балладу все войдут точно. Ну, дай Бог, конечно, если Бог благословит. И, да, дальше стихи буду переводить очень сложно. Особенно в стихотворную форму. Поэтому я просто их прочту. Сега же таки прочту. Ну, чтобы вы, да, опять же догадались. Свою жену я называю иногда Цукерман. У нее фамилия Сахарова вообще. Если на нее немножко поднадобить, она уже Сахарович. А если уже совсем плохо становится, она уже Цукерман. Итак, стихи. С не Цукерман нам стало как-то в жизни слаще. Вот что-то чащины, все чаще, 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 чаще. К нам приходят чаще. Вот Коновалова всех бесов валит, молит, славит, Бога хвалит. Вот Саша Шарич, он все так же шарит. Он все шарит. Вот наша Златочка Жданович, балетный тайминг с нами долгожданный. Под нашей песней хвалу танцует нежно на полу. Вот и Пермякова к нам пермяжна, издалека приехали отважно. Олег Григорьевич рассказ свой новый читает в церкви наши слова. Ну, это только начало. Ну, я думаю, что начало уже хорошее. В поэзии я знаю, что как начнешь, так и закончишь. Поэтому ждите в сентябре концовку. Там будет и Недорубова, которая все недорубает, как Бог ее любит. Будет Андрей Ли, который... Он так загорел, что я хотел у него спросить. Ты Андрей Ли или не Андрей Ли? Далее Андрей или нет. Не узнаю тоже. Итак, я кого сегодня представляю? Я представляю сегодня... Давайте поприветствуем Олег Григорьевич Пермяков. Олег Григорьевич Пермяков. Добрый день. Добрый день. Мы вчера встречались так неожиданно, да, и про себя услышали рассказ. Вчера не участвовало со встречами. В целую поэму попали. В поэме не было никогда. И попадали в целую поэму. Воспользуюсь случаем и расскажу свидетельство сначала. И еще расскажешь свидетельство. Оно будет к месту. Я вчера рассказывал пасторам. Мы из Турции приехали. В Аланье церковь, слово жизни. В Аланье ходим на церковь, на слово, на живот. Моя жена дружит с мамой пастора. Моя-то супруга и приятолка на майкотанно пастора. Тезки Ирины, и они дружат. И две-то с Ириной. Какое-то время назад она уехала, Ирина, мама пастора. Ирина майкотана пастора, и заминала в Руси, для смене паспорта. У нее до этого была операция онкологическая. Придитва, тя имела операция. Она прошла хорошо, и все было нормально. Тя имела много добре, и всичко бежит на рет. Она оттуда сообщает, что очень плохо делала. Тя сообщала, че не добре. Поставили очень тяжелый диагноз. И сложилися тяжкая диагноза. Метастазы. Чейма вечер метастазы. Рецидив, в общем, все такое. Чейма рецидив. И они ей говорят, дети. И децата и казват. Срочно вылетай в Турцию. Ей операции там делали. Она прилетела в Стамбул. Тя у нее паспорта не было. Тя как снова в Стамбул. Выдали паспорт, который она заказала. Это было чудо, да. Потом она приехала к тому хирургу, который ее оперировал. Тя утешла при хирургу, кой-то я ей оперировал. Той турчин. Верующий. Верующий турчин. Христианин. И когда он ее глянул, он сказал, что это, по идее, вещь такая, неоперабельная. Гот, то я поглядну, казачьи, не можешь десуперировать. И если делать операцию, то очень дорого. И я кусы прави, много скупу, что излезли. А вся церковь и пастора молились за эту ситуацию. За та же ситуация. Тяжелая ситуация. Много тяжкая ситуация. Вот. И этот турок, хирург говорит, я пойду к руководству клиники, договариваться. И тоже хирург, и казачьи, что у тебя до всего укуваря со руководством три раза, если делать операцию. Теперь как делать операцию, и стоит ли ее вообще делать? А, ты же поищили. А, ты же поищили цена того в трех пути. И, значит, все молились за эту операцию. Всички сосы молились за та же операция, за та же ситуация. И утром на следующий день хирург говорит, этот человек, которому предстояло делать операцию, говорит, мне приснился сон. И сутрин то, и Ирина оказывает, что я ценовала. Что я показывал, как надо делать операцию. Так никто никогда не делал. Никто так не правил. И я так никогда не делал. А, но тоже хирург, что я ценовала. Обычно надо было просто, он сказал, что надо сделать проколы. Вот там, там, там. И вот лазером его почему-то. Это требовало, чтобы справить дубки с лазер. И ей сделали такую операцию. Направили ей с такого операции. И она быстро встала на ноги, приехала в церковь, в Оланию. И я борзу все управи, и свидетельствовала в церковь, в Оланию. Да, и очень хорошо выглядит, и все. Много изглежно добрее. И удивительно, и этот хирург приехал. И тоже хирург все что? И душила на церковь, все что я присутствовал. Я хочу сказать, что когда в нашу жизнь приходит беда, проблема, все бывает на земле, имя, то у нас с вами есть церковь. Но имаме церковь. И когда вся церковь рубится за одного человека. И когда цялата церковь се молит, се сражава за един човек. То все может усилена молитва. Всичко может усилена молитва на праведника. Но есть люди, которые не знают Иисуса Христа. Но има хора, които не знают Иисус Христос. Их абсолютное большинство. И те са мнозинството. Неизмеримо больше. Неизмеримо больше этих людей. И это для христиан страшная боль. И за христианта твоя страшная болька. Битрап вода и страшная болька за христианта. Я иногда пишу рассказы с одной единственной целью. Чтобы как-то выплеснуть. Иногда через такую форму до кого-то донести. И по нему пишу рассказы по добре до воздействиям в руху хора. К сожалению, аудитория маленькая. Может быть, напечатать тогда будет. Но рекламу я не даю. Все в интернете. И мне иногда приходится прочитать. Вот я, кто помнит, читал про детей. Кое-то помню о счетах вечера. Ну вот, один такой рассказ я хочу... И что, про что один такой рассказ? Могу три. Могу три. Да. Называется «Жизнь, она такая». И наречишься «Живота и таков». Да что ты тут мне рассказываешь? Как вам и рассказываешь, тук? Я крепко стою на собственных ногах, рассчитываю только на себя. Творду стою я вверху краката си, и рассчити тому саму на себесе. Ясно тебя спросил. Разбираешь ли? Я свободный человек, и сам управляю твоей жизнью. Слышишь? И управляем свой живот сам. Я точно знаю, впереди у меня все будет класс. Точно знаю, че всичку, что буду на редпринять. У меня лучшая в мире красавица-жена. И мам, красавица-жена. И двое прекрасных детей. И две прекрасные лица. Девочка и мальчик. Мумиче и мумиче. Все как положено. У меня большой собственный дом. И мам гуляма кышта. И две хороших дорогих машины. И две скопикули. Я уже почти богат. Почти сам богат. А я ведь еще только начинаю. И два за почву, можете? Посмотри, как мой бизнес прет. Погляни, как возрастал мой бизнес. Меж полгорода откровенно завидует. Полвинграда не завидует. И заметь. Я все сделал сам. Забележи всичку направить сам. Моей головой. Со своей талантом. Со своей талантом. Вот этими руками. Со стезией рыцей. И это еще только я стартую. И твое сам самото начало ложь. У меня такое море замыслов и целей. Такого море от целей и замисли имам. Че никой не может себе представить. Я знам. И я их достигну. Ще ги достигну. Поэтому мне нечего бояться. Затова немам от какого да застрахувам. Аз сам строя живота си. Аз сам хозяин своей судьбы. Аз сам вступанен на мое живот. И ни в каких богах твоих я не нуждаю. И никакви богове не се нуждаю. Ну здорово. Добре. Слава Богу. Слава на Бога. Рад за тебя. Много се радвам за тебя. Но разбираш ли, живота може да тръгне по различен начин. Хората какво казват? Днес лекарите ми сообщиха. Че имам късен период на рак. По техните думи имам да живея само половин година. Докторите нямат какво да направят. Всичко е свършено. Аз сам размазан. В смятку. На полну. Почему я? За что? За что? За какво? Что делать? Какво да прави? Или. Или. Вчера вечером жена на своем Мерседесе. Вчера вечера жена на своем Мерседесе. Возвращаясь домой с детьми с дачи. Кудато сврешташе с децата от Сеуту. Попала в аварию. И попадала в катастрофу. Все трое сейчас в реанимации. И всички тримата со реанимации. Я подключил все и всех. И аз казах на всички. Но врачи ничего не обещават. Но лекарите нищо не обещават. Что делать? Какво да прави? От этого ужаса я не могу дышать. От този ужас не мога да дышам. Я просто схожу с ума. Просто поудявам. Кому обращаться? Кому кого да се обърна? Да бежать? Къде да избягам? Или. Недавно мы узнали. Научихме наскоро. Что наш сын, которому мы отправили учиться в Лондон. Че наш сын, който спратихме да учи в Лондон. Наркоман. То е наркоман. Оказа се, че втора година употреблява героин. Мы привезли его домой. Ние го закарахме в къщи. На него без слез невозможно смотреть. И не можем да го гледам без слези. Он наш талантливый мальчик. Той наш талантливый момче. Просто разлагается. Он умирает. Той умира. Или. Моя мама 76. Моята майка на 76 години. У нее больно изношенное сердце. Има износено и болно сердце. И тяжелая астма. И тежка астма. После каждого приступа. След всеки приступ. Она в ужасе рыдает и кричит, что ей страшно. Она говорит, будто видит ад. Тя казва, че вижда ада. И боится туда попасть. Не знаю, что делать. Не знам, как поводоправя, как да ей помогна. Кому идти. Кому обращаться. Кому обращаться. Ну это да. Соглашусь. В нашей жизни по-всякому бывает. Това е такая, что я соглася. По-всечку. Може и така да случается в наше животное. И язык не поворачивает сказать, что со мной такого быть не может. И не мога да кажа, че няма да ми се случат у вас сигурност. Что делать-то? И какво доправя тогава? Что ты конкретно предлагаешь? Какво ми предлагаш? Ну дальше я всегда после каждого рассказа у себя на сайте пишу ПС. И следу всякий рассказ на сайте пишу постскриптум. Вы не случайно прочитали этот текст. Не случайно прочитал ты този текст. Предстоящий четверг. В следующий четверг. В прямом эфире. В 20 часов московской времени. Я расскажу вам все. Что вы расскажете. Вам все. И ваша жизнь может измениться к лучшему. И ваше живот может сопроменником дубро. Целую Олега Григорьевича. С целувки Олега Григорьевича. Вот так. Ну еще один рассказ прочитаю. Ты прочитываешь ты один рассказ? Ну мы же все обыкновенные люди, правда? Есть кто-нибудь такой необыкновенный, крутой? И малиняку какой-то необыкновенный. Вдигнайся рецептиси. Ако всички сте обыкновене, то гаваш те устареете. Мне 75-й год, я знаю, о чем я говорю. Асам у нас 75 години. И всички сте устареете. Дури младите. Даже пацаны и девочки. Дури младите. Мы читаем мумчета. И я хочу сейчас сказать вам, что вот вы сидите здесь. И вы плохо осознаете свое состояние. Очень плохо осознаете все свое состояние. Вы должны кричать и радоваться, что вы это принимаете. Но не эту вагу прям на эту дружину. Как я вам рассказываю. Пальцем веером и страшно жить. А нам не страшно. А нам не страшно. Нам не страшно. Нам вот вчера пастор рассказал историю. Вчера пастор не рассказывал историю. Ребенок не родился, да? А потом сон приснился, да? Что он на небе и он там в книге заносит. Мы знаем, где наше место. Не знаем, где и наше место. Где и наше истинское живот. Вот такая, вот такая. Это же экзамен. Живота наземятое только краток, коту и спит. Седемдеся и осын гудини. И след твоя бескрайност. Настоящая семья. Истинское семейство живот. Называется. Ну старость, так что теперь? И рассказал смысл наличия. Ну старость, какво пугаво. Ну заныло опять взялось. Паксо уплакваш. Ноет и ноет. Ну че ныть без конца? Уплаквался, если уплаква. За что? Какво им смысл твак? Ну болит, ну старость. Ну ведь жив же еще. Им оболка. Устаряваш, ну все, что ты жив. Понятно, молодым за здоровым лучше. Всички разбирают, че намладят не будут. Ну старость, так и че? Ну устарялся. Че ныть-то теперь? За что дася уплакваш? Сколько можно слушать это нытье? Сколько может, да слушам твое ты уплакываешь? Что жалко себя стало? Жалеешь себе себе? Да, они молодые, старые, 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 большие, неприятные, конечно. Ну че ныть? Это сам младен неприятный, че ныть с мэвэчей. Ну за что дася уплаквашь? Ну че вот ты ноешь, сидишь и ноешь, и ноешь. Сидишь и все уплаквашь. Ты что, первая старушка на свете, что ли? Сидит мне тут ноет. Сидит мне тут ноет. Давай вставай, я тебе умные вещи сейчас читаю. Вставай и сейчас читаю, че ты умный ныть, что? Ну слушаешь, нет? Слушаешь ли мы? Вот у тебя иконка стоит, она тебе зачем? И может та иконка, за какого тебе и требуется? А, ты в Бога веришь? Тебе веришь в Бог? А че ты доноешь? А за что тугаво плачешь? Он Бог-то, он че говорит? Бог какого-то? Он говорит, читаю тебе из самой Библии. И читаю, вот Библия-то, как Бога-то. Радуйся за все благодарить. За всичку Богу дури. Вот он че говорит-то тебе? Эту какого тебе казва, Тоня. Вот, глянь, глазами-то своим. Эту поглядни со своей ключи. Так прямо и написано, радуйся. 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 А ты уплаклешь и не радуешься. Что, против Бога решил идти? И снылась уже вся. И где она тогда, вера-то твоя? А почему написано, радуйся? Знаешь, нет? Знаешь ли? Ни хрена-то ты не знаешь. Ничто не знаешь. А радоваться должны те, кто в Иисус Спасителя верит. И кто в своих грехах раскаивает. Те, кто верит, что Он на крест смертный за нас, грешников пошел. И те, кто верит в Иисус, Кои-то утешил на креста заради нас. И умрялся заради нас. А потом воскрес. И след това и воскреснул. Вот тем-то и надо радоваться. И на това треба да срадуешь. А почему знаешь? А знаешь ли за что? А потому глупензия ты такая. За что? За това? Что таких людей Бог прощает. Что таких людей Бог прощает. Прощение им выходит. И те получава от прошката. Каких бы делов они ни натворили. Каквы-то дела и да са направили. А значит, как помрут. И как куда-то починат. В рай им теперь. Ще попаднат в рай. Там они будут жить. Там ще живеят. Вечно. Поэтому Он Бог-то и говорит, радуйся. За това Бог казва, радвайте се. А ты се уплакваш. Вот если б ты не верила в Иисус, ако не би верила в Иисус, вот тогда тебе можно было бы ныть-то. Тогава би могла да се уплакваш, да се уплакваш и да плачваш. Потому как в аду тогда было бы место твое. За что тут угала в аду би было твое место? А там лучше и не думать. А бонь там не гаснет. Огонь там не изгасла. Так опишем. И червь не помирает. Жуть там одна. Так что вот, девка, давай-ка помолимся, что мы с тобой с гарантией не в аду, а в район подальше. Потому как время-то уже близко думаем. Давай, говори со мной вслух. Говори с мен. Бог, Отец Небесный. Прости меня грешного. Прости меня грешен. Верю в Сына Твоего Иисуса. Верю в Твоя Син Иисус. Что умер за мои грехи. Что Той умрял за моите грехове. Верю, что воскрес Он по Писанию. Верю, что воскрес Он по Писанию. То на третий день. Иисус наш Господь теперь вовеки. Спасибо Тебе. Благодаря Ти. Аминь. Ну что, веселее сделалось? И как вы, останавливаете повеселось? Аж гляжу, слеза пробила. Радуйся и живи, сколько Бог даст. Радуйся и живи, сколько Бог даст. И благодарю Его за все. И благодарю Его за всичку. Спаситель Иисус все сделал для нас. Любой, кто Ему так с верой и от души помолится. Всякий, който се помоли с радость и от душата. Той ще буде спасен. И в ад не пойдет. И в ад няма да уйдем. Поэтому нам только радоваться. И пример другим подавать. И да будем пример за други. Ноят и ноят все. Иначе те се уплакват и се уплакват. ПС по скрипту. Прочитали? Прочитахте. Вот совет вам. И твое совет. Запомните этот день. Запомнете този день. Наступит момент. Ще наступи момент. И обязательно вы вспомните молитву. И задължително ще се вспомните тази молитва. С която са се молили героите на тази простичка история. Ако ви. Вместе с ними. Заедно с тях. С верой. С верой. Тихо така. Тихо така. Се помолихте. Будете радоваться. Вие ще се радвате. Очень сильно. Много силно. Ако не. Об этом даже лучше не думать. Затова подобре да не си мислите. Нека Бог да ви благослови. ПС. Каждый четверг. Всякий четверток. В 20.00. В 8.00. Я рассказываю свою историю. Рассказываю свою историю за спасение. И как бы Бог и направил в мой живот. Там что будет интересно. Вот ссылка. Этулинг. До свидания. До свидания.